Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. Началась новая неделя. Шавуатов. Хорошая неделя. Всем хорошая неделя. После шабата начинается первый день недели. Вот сегодня первый день недели. Кто-то говорит, нет, воскресенье. Влад Козов, привет. Кто-то говорит, сегодня санды. Солнечный день по-американски, по-английски. Санды. А по-еврейски первый день. Все, пошел первый день заново, пошла заново новая неделя. И как неделю начинаешь, так она и идет. Вот Яков Шатанин знает. Начинаешь неделю, хорошо. Есть такая сгула. Сгула это как средство волшебное. Да, я когда-то слышал от одного из своих учителей, Равинов Равханох Лернер. Он всегда после шабата шел на работу чуть-чуть поработать. Не чуть-чуть, а так пару часов поработать. Он делает фелины. Чтобы начать сразу после шабата, рабочую неделю, именно работой. Почему так надо? То есть ты этим показываешь, что важно для тебя. Приоритетность вещей. Ну, а работать в этом мире, это важно же, правильно? То есть человек же, он должен работать. Если человек не работал, то что было бы, ничего бы не было бы. Все было бы. Но опять же, если только работать, тогда непонятно зачем работать. Поэтому у нас есть Тора, которая нам объясняет и для чего работать, и как работать, и когда работать, и как правильно работать. Анатолий Корлицкий. Добрый шалом. Добрый день. Все. Значит, мы находимся сегодня в... продолжаем изучать третью главу. Третью главу Пертьевод. Ой, Пертьевод. Мишли. Мишли – это притча царя Соломона. Все. Значит, у нас была очень... Третья глава очень оптимистична. Мне очень нравится. То есть нам, прямо начиная с самого начала, царь Соломон объясняет... Ну, вначале он сказал, что ты найдешь, если будешь сильно стремиться к постижению мудрости Торы, то, значит, хэсет и милосердие, и истина тебя не оставят. Значит, найдешь ты хэн, приятность и хороший интеллект у тебя будет в глазах Бога и людей. Потом нам сказали, положись в пятом отрывке, положись на Бога всем своим сердцем и на свою сообразительность не опирайся. То есть это более надежное средство положиться на Бога, чем пытаться высчитать его комбинации. Все равно ты Бога не прочитаешь, будущее не поймешь. А вот если ты уверен, что все будет хорошо, то это та сила, которая даже лучше влияет на будущее, чем расчеты. Дальше нам сказали, на всех своих путях познавай его, и он выпрямит твои дорожки. Это был шестой отрывок. Седьмой, не будь мудрецом в своих глазах, бойся Бога, и отодвинься от зла. Восьмой отрывок был, и будет оздоровление для твоих мышц и наполнение для твоих костей. Девятое, почитай Бога из своего имущества от первинок всех твоих урожаев, и наполнятся твои амбары сытостью, зерном, и виноградники будут распрыскиваться во все стороны. Интересно, что здесь нам пообещал Бог, получается, хен. Хен – это приятность в глазах других людей. То есть ты изучаешь Тору, ты знаешь, как себя вести по Торе, и Бог говорит, все, будешь изучать Тору, будет у тебя приятность в глазах Бога и людей. Дальше, он нам обещает, что здесь написано, почитай Бога из имущества своего, и наполнятся твои амбары, амбары наполнятся сытостью. Тоже хорошее обещание, да? Дальше, дальше он нам, правда, говорит, что мусар, наказание Бога, да, и его увещевание не отталкивает. То есть нет праведника, мы учили в экклезиасте, нет праведника, который бы не грешил. А как человек узнает, что он ошибается? Только через столбы и грабли, на которые он наступает. И тогда ему сразу понятно, оп, опять не туда зашел, оп, опять не туда зашел. И это то, что написано здесь, не отвергай вот эти вот, не отталкивай божественные знати эти, да? Потому что тот, кого Бог любит, он его увещевает, как папа сына, которого любит, он его не бросает, а он его наказывает. Он прям на него может даже прям сильно его наказать, чтобы научить его, что нельзя сделать плохое. Дальше, это я сейчас делаю короткое повторение. Тринадцатый отрывок. Счастлив человек, который нашел божественную мудрость, и человек, который из себя вытаскивает сообразительность и логику, вырабатывает это в себе, тренирует. Четырнадцатый отрывок. Что лучше товар это, да, мудрость, чем торговля серебром, и лучше, чем золото, урожай Торы, да? То есть люди стремятся все время заработать, приобрести какую-то профессию, какие-то там институты заканчивают, да? Первый диплом. Второй, третий. Вот я с тремя дипломами, я буду знать, как заработать. Вообще нет. Лучше бы учить, как божественную мудрость, да, как правильно по торе жить, и тогда, спасибо, да, и тогда будет и деньги, и урожай. Четырнадцатый был отрывок. Пятнадцатый отрывок. Что дороже она, чем жемчужины, и никакие твои желания не сравнятся с ней. То есть если ты идешь и выстраиваешь свою жизнь вокруг постижения мудрости, то остальные все модели жизнеустройства, они проигрывают. И дальше нам Бог обещает. Орах, ямимба, ямина. Справа от Торы долгожительство, долголетие, а слева богатство и почет. Ну, то есть вообще полный комплект обещаний прям. Там приятность в глазах людей, значит, деньги, почет, долголетие. Отлично. И вот дальше, дальше. Драхея, дархея, ноам. И пути ее Торы, пути приятные. Будет еще тебе ноам, это как счастье. Будет тебе легко и хорошо идти по жизни. А все тропиночки шалом. И на каждой тропиночке будет у тебя шалом. То есть шалом это не будет противоречия, шлымут, шалом. Это совершенство, да, можно так сказать. Совершенство и мир. Это же отлично. Все, вот, значит, такая оптимистичная третья глава. И мы двигаемся дальше. Восемнадцатый отрывок. Эц хаими ле макзитимба. Древо жизни она для тех, кто за нее держится. В этом хея, а тот, кто ее поддерживает, подпирает. Меушар, счастлив. На первый взгляд, очень непонятный отрывок. Восемнадцатый. И восемнадцать, это число, значение цифры восемнадцать, это жизнь. И как раз отрывок восемнадцатый. Ютхэт, это хай, да, на иврите. Хай, это жизнь. Эц хаим и древо жизни она для тех, кто за нее держится. Как можно за Тору держаться? Тора же это знание. Как можно за Тору держаться, да? Хотя тоже есть, когда читают Тору, свиток Торы в синагодии, то большая честь его поднять и держать. И когда его поднимаешь, говорится, что древо жизни для тех, кто за него держится. В этом хея меушар, а тот, кто ее поддерживает, он счастлив, да? Так того, кто держит, его можно тоже поддержать. Это если по-простому. А если как бы глубже копнуть, как можно поддерживать или держаться за Тору, поддерживать или держаться за нее? Объясняет нам Албим. Он говорит, смотрите, Тора это знание, которое внешнее по отношению к человеку. То есть он ее принимает, он ее изучает, он ее слышит от мудрецов. Но у него есть у человека его эмоции, его сердце, его внутреннее животное. То, что называется ецарара, злое начало. И как раз вот тут наступает противоречие. Вот есть некое знание Тора, а есть мои желания. И есть люди, у которых желания очень сильно идут против Торы. Прямо есть, ну, до крайности. Есть маньяти, например, они вообще, ну, они прямо идут совершенно против Торы. Есть люди, которые просто любят делать вещи, которые Тора запрещает. Например, евреи, которые нарушают шаббат. Вот, и они говорят, а я не понимаю, что не должен ездить в шаббат. Вот, я не понимаю, он говорит, я этого бога понять не могу, что ему этот шаббат дался. И я буду ездить в шаббат, говорит такой еврей. Да? Или он говорит, я не понимаю вот этого бога, зачем ему там, чтобы... Ну ладно, свинью я понимаю, что он сказал не есть, свинья он некрасивая, мне она не нравится, да, я бы тоже ее запретил, говорит человек, а вот, например, кролика почему нельзя, он симпатичный, я со свиньей согласен, а с кроликом нет, понятно, да? Да, то есть Тора знание, оно часто вступает в противоречие с желаниями, и вот тот, кто держится за Тору, то есть тот, кто эту Тору на себя вот так вот держит и говорит, нет, вот буду идти по Торе, не буду идти по своим желаниям, да, так это она для него становится древом жизни, древом жизни, то есть это ему продлевает жизнь, и есть такая интересная поговорка, не поговорка, есть закон такой, Липум Цара Агра, чем больше страдания, тем больше награда, то есть когда ты изучаешь Тору или выполняешь заповеди, преодолевая большое сопротивление, то чем больше сопротивление свое внутреннее или внешнее, ну внешнее оно тебе создает внутреннее, чтобы ты сдался, то есть в любом случае ты преодолеваешь внутреннее сопротивление, даже если преодолеваешь внешнее, это очень классная мысль, кстати, то есть человек, который преодолевает, казалось бы, внешнее сопротивление, по факту он преодолевает не внешнее сопротивление, а внутреннее, Ему хочется сдаться, ему хочется сделать то, что от него требуют другие. А он говорит, нет, я буду делать заповеди, вот есть я, есть Бог, все. И, значит, это называется держащийся за Тору. И она для него становится древом жизни, то есть она ему дает жизненную силу, жизненность, он начинает питаться, как бы, да, этой жизненной силой. А Томхэ Мюшар, а тот, кто ее поддерживает, он счастлив. Есть такие люди, цадите, праведните, для которых нет внутренней борьбы, для них отлично, вот есть такие люди, они и так, для них все спокойно, все нормально. Да, шаббат, ну а я и так не работаю, мне какая разница, я там все в ней, я отдыхаю. Ну, например, да, или он говорит, я нормально, спокойно, день, день, шаббат, будет шаббат. Тора учить, отлично, прям, я как будто бы всю жизнь это искал. И такие люди, цадите, которые они не борются с собой. Но тут получается, как бы, интересно. С одной стороны, написано, царь Самон сказал, что поддерживающий Тору, не тот, кто за нее держится и через силу ее соблюдает, а тот, кто просто поддерживает ее так, он будет счастлив. А для того, который ее держит, это древо жизни, то есть это круче. Это круче, плюс, еще одно объяснение, было, когда, ну, когда Бог создавал мироздание, то первично была его идея о мироздании. Вот эта идея Бога о мироздании, это и есть Тора. Теперь эта идея о мироздании превратилась во все мироздание, а потом в ней появился, в этом мироздании появился человек, первый человек, который был по сути своей, вот эта душа, да, божественная, это была душа, это и был Бог, который вошел, как бы, лучом в это биоробот, да, в это био, такой, как скафандр, да, искусственный интеллект. И когда был первичный вот этот человек создан, то у него было вот это чистое божественное сознание, у него было тело, которое было создано, как на уровне биоробота, такая обезьяна, да, животное, только, ну, только более, или более или менее развитая, то есть человек слабее, чем все остальные животные. Если бы человек мог так прыгать, как лошадь, или бегать, было бы отлично, но, или как лягушка хотя бы. Лягушка прыгает, или кошка, кошка спокойно прыгает там на пять своих ростов. Если бы человек мог на десять рост, на пять ростов своих прыгать, там человек два метра ростов, такой с земли, как спружинился, и на третий этаж запрыгнул. Представьте, как удобно было бы, на третий этаж без лифта, без лестниц, пах, там, муравей, он тащит на себе вес, которые там в 10 раз больше муравья если чек мог весит от 80 килограмм 800 килограмм на себе домой картошки несет такой взял 800 килограмм телегу как муравей и тащит 800 пиво до грузовик то есть человек чисто физически он очень слабое животное относительно других животных но умная потому что люди захватили всех остальных животных и поработили и это самое теперь значит так вот и первому человеку бог сказал чтобы он не не нарушал неё от дерева познания добра и зла чтобы он не менял мир то есть он вот в этом аспекте добро и зло мир не может меня а чеку на там эта известная история о дереве поздания добра и зла человек не получился не подне послушался у него смешалось все внутри в голове смешалось добро зло можно нельзя стыдно не стыдно то есть у него пошло в крыша поехала он как был под под веществами какими-то он под веществом дерево познания добра и зла он сразу написано спрятался от бога то есть ну реально как бы у него начались на его уровне галлюцинации и тора она выводит тебя из этих галлюцинации то есть она как древо жизни она возвращает тебя на связь с богом на разум становится опять чистый цех становится то рвы и шар чистый и прямой и ты с помощью изучения торы божественной воли в моменты когда ты это делаешь ты поднимаешься над своей вот это животной природой и поэтому древо жизни она для тех кто за нее держится а кто ее поддерживает он просто счастлив есть люди которые не углубляются опять мы пришли к исахару из вулуну это известная как модель когда один брат исахар был мудрецом торы и он сидел учился изучал тору без остановки а а звулун он написано был торговец и он выездил на кораблях торговал покупал но он отдавал половину денег отдавал исахару чтобы исахар то то его духовный рост и его духовные достижения которые у него будут чтобы делилась между ними пополам теперь здесь очень много на эту тему спорят мудрецы что происходит когда ты поддерживаешь кого-то изучающего тору и говоришь ему если я тебя поддерживаю половина награды моя что это имеется ввиду есть которые говорят что награда за изучение торы как за выполнение заповеди есть но то воздействие которое тора оказывает на душу и на интеллект нету потому что ну то есть да например ну то есть это понятно на обычном примере два человека изучают математику поступили в университет один другом говорит смотри я оплачиваю там твои занятия ты учи математику потом вот когда будет диплом экзамен напишешь два экзамена за себя и за меня тут говорит хорошо написал два экзамена вы получили диплом и этот оплачивал а тот сидел учился но в итоге диплом у обоих есть есть у обоих есть диплом оба получили там грамоты окончания красный диплом получили но один знает математику а второй не знает вот это примерно к такому выводу пришли мудрецы когда говорили о том что поддерживать изучающих тору нужно и нужно да необходимо и второй вопрос они задали интересный а то награда которую я отдаю вот например там ну грубо говоря есть какая-то духовная награда на небе за изучение тора она когда я половину отдаю половина ее она от меня уходит или мы оба получаем ровно то же количество это же не не пришли мудрецы к они же не знают ну то есть именно вот в этом аспекте но идея была такая что когда ты свечкой зажигаешь другую свечку то у тебя огонь и на свечке остается и панки начинают гореть две свечки и вполне возможно что когда ты отдаешь вот этот свет торы то у тебя меньше не становится может даже становится больше вот так хорошо и 19 отрывок сегодня тогда до девятнадцатый отрывок значит бог бы хахма ясад городс ашем то есть ашебь юткой вовкой такое имя используется который бог создатель и творец бог создатель и творец мироздания который был до мироздания который сам является творчеством творящим началом из которого возникла мироздания так вот вот этот бог хохмой божественной мудростью то есть вот это его торой значит он ясад орэц он установил основу земли то есть в начале была просто идея потом из этой идеи появился может быть большой взрыв может быть еще какая-то но эта идея она начала структурироваться в понятно на мироздание но бог это тот кто за идеи и за материальностью то что суть мироздания очень красивая есть идея сейчас что вот квантовая там пространство квантово поле откуда эти кванты появляются откуда там эти все частички появляются появляются исчезают там появляется здесь появляется никто не знает откуда они появляются куда исчезают так вот то вот откуда они появляются и куда исчезают можно сказать что это то пространство и тоже нельзя это назвать богом да это то что бог уже сотворил бога нельзя постигнуть то есть можно пасти все что можно постигнуть это уже постигаем а сотворенная то есть это надо понять все что мы мозгами можем постигнуть это уже не бог это то что его творение но сам бог он скрывается за этим творением до создатель мира творец вот и написано здесь, что вот этот творец, создатель мира Б. Хахма и Асад Орец. Своей мудростью, вот этой вот идеей, потому что мы видим, что все мироздание очень мудро создано, все сочетается. Таблица Менделеева прекрасно составлена. Значит, все законы, там, ньютоновская физика работает, до ньютона она работала. Ньютон же не создал, он ее просто описал. Все, что описывают ученые, было создано, сотворено, и они только слой за словом, они говорят, вот это круто, как создано, вот я теперь понимаю, там, теория относительности, говорит Эйнштейн, как там, вот эта теория относительности, что-то в квадрате. ЕМЦ квадрат. ЕМЦ квадрат, говорит Эйнштейн, я понял, он говорит, вообще, вот эта штука вот так работает, говорит Эйнштейн. А кто эту штуку создал-то? Понятно, что не Эйнштейн ее создал, он ее только описал. И вот здесь написано в 19-м отрывке, что Бог своей мудростью этой великой, Он установил основы земли, конен шамаем битвуна. А небеса, то, что называется, небеса, это... Есть объяснение, что то, что называется землей, это материальный мир, а небеса, это мир духовный. И интересно, что твуна, твуна, это логика, сообразительность, причинно-следственные связи. И объясняют тоже мудрецы, Малбин и так далее, что вся система, вот были созданы основы, а потом из этих основ по причинно-следственным связям начали разворачиваться другие механизмы. Это похоже на то, как вот здесь яйцеклетка, в ней в потенциале есть человек, вот здесь сперматозоид, в нем в потенциале есть человек, но неполный здесь и неполный здесь. Вот они соединяются и появляется новая клетка. В ней в потенциале уже есть весь человек, то есть одна всего пока клетка, но потенциально в ней уже есть человек. Это вот первая основа, как основа мироздания, так же основа человека. Это то, что можно назвать хохма, как мудрость, да, основа. Теперь из этой основы начинают по причинно-следственным связям, которые уже заложены в ней. Механизм особый. Клетка делится на две клетки, две на четыре, четыре на восемь, восемь на шестнадцать. Шестнадцать раскрывается уже в новой ткани, там, совершенно разной, отличающейся друг от друга. Как это может быть? Это вот тут написано, что установил небеса своей мудростью. Вот этой вот твуной, это, ну, переводится сообразительность, логика, но это главная идея слова твуна и бина, что это строить из уже существующего материала, вещь из вещи. То есть, хохма, это вот это божественное произведение, которое он создал из ничего. Вот не было ничего, и он бах, и создал. Только творец может это сделать. Дальше все в этом мире разворачивается как бина, логикой, причинно-следственная связь. А почему ты это сделал? А вот потому-то. А как это все началось? Если мы проследим, то мы можем найти корень любого события в нашей жизни, размотав цепочку причинно-следственных связей. Одно за другое цепляется, одно за другое цепляется. Но, почему у человека есть свобода выбора, и человек, он по образу Бога? Потому что человек, он может в любой момент остановить этот механический поток причинно-следственных связей и вдруг передумать. Или придумать что-то абсолютно новое, кардинально. Или вдруг сказать, что там Эйнштейн говорит, а вот была же до него физика. А он говорит, а я хочу новую физику. Хочу сейчас я подумаю что-то новое придумаю. Это уже такое божественное качество в человеке творец. Творец-создатель. Все, значит, теперь понятно нам, что нам стало понятно, что Тора это древо жизни для тех, кто за нее держится. То есть, у кого сильный Ецарара, надо за нее держаться. За Тору. У кого слабые, значит просто надо ее поддерживать. Она прекрасно садится и без особых усилий. Все, дорогие друзья. И что Бог мудростью установил Землю. Все в этом мире очень структурировано, понятно, четко. Есть система. Или второй вариант. Нет системы. Те, которые живут без системы или хотят жить без системы, у них проблемы. То есть, я вот сейчас за последние дни так наблюдаю, вообще всю жизнь я наблюдаю людей, которые живут без системы, без Торы. Живут по каким-то схемам, которые они сами придумывают или находят где-то, но не в Торе. И у всех Санта-Барбара. Вообще такая Санта-Барбара, что капец. И причем Санта-Барбара безнадежная, потому что они даже и не надеются, что у них будет там какое-то следующее продолжение. То есть, они и здесь, в Санта-Барбаре, живут непонятно почему, непонятно на что надеяться. Ну, как бы непонятно по каким принципам они живут. Вы по каким принципам живете, товарищи. Все, друзья. Удачи, успехов. Всем прекрасной недели. Сегодня был первый день недели. Число сегодня десятое. Иди слева. И, значит, чтобы всем было хорошим людям. Благословение и успех во всех хороших делах. Все, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы, что для вас открылось. И, значит, поделитесь своими выводами, потому что надо, надо делиться Божественным Светом с Мирозданием. А то будет темнота, это там, где нет света. Поэтому нужно, нужно везде нести вот эти свечи, свечи света, добра, знания. И тогда тьма рассеется. Все. Всем удачи, успехов. Всем пока.